Друзья, приветствую вас на моем канале. Спасибо, что вы смотрите мой канал о разных талантливых людях и о том, какую деятельность веду я. Но я всегда приглашаю различных красивых девушек к себе, для того, чтобы поговорить и узнать их секреты. Сегодня у меня безумно талантливая певица и автор собственных песен. Она участница шоу «Голос», песни на ТНТ. Карина Эон, поприветствуйте! Всем привет! Да! Спасибо, что вы пришли. Я знаю, что у вас очень плотный график и очень трудно. Мы долго-долго согласовывали этот день и он настал. И я хочу сказать, что я безумно счастлива, потому что все, что связано с творчеством, все, что вдохновляет, это то, что насыщает мою жизнь. Расскажите мне теперь ваш секрет, как вы пришли в творчество, как вы решили для себя, что музыка это ваше и что послужило для вас переломным моментом, чтобы туда шагнуть. Секрет очень просто. Просто надо почувствовать и понять сердцем, что для тебя ближе. Для меня была очень близка музыка, и я любила это дело. Я любила петь, я любила слушать музыку, я любила просто делиться ею. Поэтому я просто делаю то, что я люблю. Классно, классно. Быть собой и не стесняться, да? Исследовать зову сердца. Как давно вы в музыке? С детства. У меня родители всегда пели. У них нет профессионального музыкального образования, но всегда пели. Я с детства слушаю и, соответственно, профессионально уже начала заниматься с 8 лет. Это фортепиано. И оттуда я уже поняла, что нужно развиваться именно в плане вокала. Да, да, да. Кто ваш гуру в музыке? Вот на кого вы ориентируетесь? Кто вас вдохновляет? Наверное, это более западные исполнители. Что-то вроде Beyonce, The Weeknd, Bruno Mars. Что-то в этом духе. Я люблю R&B стиль. Не просто поп, а какой-то джаз, поп, фанк. Что-то такое очень интересное. Смешанные стили. А у вас какой стиль и какие стили вы еще дополнительно хотите развивать? На данный момент у меня больше соул стиль. То есть это грустные, лиричные, душевные песни. Соулс переводится в американском, с английского означает «душа». Поэтому что-то у меня пока душевное. В дальнейшем, планирую, у меня уже есть несколько песен написаны в таком поп, фанк, что-то такое. Планирую уже выпускать в таком стиле песни. Ну да, потому что вот тех артистов, которые вы перечислили, они реально очень многие стили используют. И поэтому настолько мега популярны во всем мире, потому что они берут абсолютно любой стиль и его под себя подстраивают. И создают уникальный в своем таком роде незабываемый там жанр, исполнение, подачу. Это, конечно, интересно. А подача? У вас очень интересный образ, который и вы не скрываете о том, что у вас есть определенные моменты, связанные с внешностью. И скажите, вот как реагируют ваши фанаты на то, что у вас нету волос, что это эпитаж, или это образ, или это проблема со здоровьем? Как вообще реагируют фанаты, как вас воспринимают благодаря такому необычному образу? Очень по-разному. На самом деле, сколько людей, столько и мнений, поэтому на просторах интернета люди реагируют по-разному. Кто-то пишет, типа, вау, класс. Молодец. Да, молодец. Не думая, что это болезнь, думая, что это, типа, я создала какую-то для себя фишку, побрилась на волосы и что-то такое. Кто-то пишет, ой, фу, да вот дура. У женщины должны быть волосы, и обязательно много. Да, кто-то пишет, что как мне жаль, то, что она больна. То есть люди по-разному реагируют, но в основном 90%, когда я выложила у себя пост о том, что у меня вот такая вот болезнь, я думала, что многие отпишутся, начнут плохо реагировать. Нет, нет, люди сопричастны всегда. Да, но, наверное, я бы даже сказала, 120% из 100% были за то, что нам все равно, есть у тебя волосы или нет, мы любим твое творчество. Да, да, они выбирают вас, независимо от того, какая, да, сегодня парень, завтра его нет, может быть, там, мы каждый день, мы женщины, мы перерождаемся, как птица феникса, независимо от всего, у нас постоянно идет внутренний апгрейд и внешний, и поэтому даже очень хорошо, вы можете все, в принципе, образы на себя примерять. Я отмечу, как специалист, что анатомически абсолютно себе присутствует, потому что именно овальное строение лица и головы позволяет носить любые очки, любые формы бровей, любые прически, и это всегда гармонично, поэтому природа вам все дала, да, я хочу сказать, что это не минус, это появился, можно сказать, превратите это в плюс и пользуйтесь своей внешностью, именно базово, зная свои сильные стороны, усиливайте их. Я хочу спросить у вас, я хочу отметить для тех, кто, может быть, не понимает, да, эта болезнь называется аллопеция, она бывает в различных проявлениях, бывает очаговая, бывает полноценная, да, когда полностью нету волос, бровей, ресниц, вот у вас врожденно это, или у вас это со временем стало проявляться? Нет, со временем. Какой период длилось облысение, чтобы… Мне было 16 лет, началось все где-то март, наверное, не буду врать, точно не помню, март-апрель, и в течение буквально двух месяцев у меня почти полностью не было волос, то есть это все начиналось с очаговой аллопеции, то есть это когда волосы очагами просто выпадают, потом очаги становились все больше и больше и больше, пока это не превратилось в тотальную аллопецию, то есть по всей голове. Да. Вот, и вот так вот, в течение двух месяцев это все произошло. Понимаю вас, я почему это спрашиваю, потому что последние порядка 8 лет я работаю именно с людьми с этой проблемой, и они ко мне приходят, делая 5 пересадок не помогает, делая какие-то уколы бесконечные, делая, пропивая витамины килограммами, нося парики, накладки и так далее, но однажды надо просто понять, что это происходит, и это лучший способ перестать стрессовать, и тогда ты больше сохраняешь здоровье, и тогда ты говоришь себе, да, я такой, и в принципе живешь с этим, и только начинаешь уже делать из этого реально классную имиджевую историю. Я вот хотела вас спросить, кто вам подбирает стиль и имидж, чтобы вот оставаться такой уникальной, даже, потому что я, глядя на ваши соцсети, понимаю, что просто второго такого нет человека, который я бы видела, чтобы так сиял, и был такой уникальный, и еще при этом талантливый. В основном я и мама. Да? Да, у меня мама... Любовь? Любовь, нет. Да, это называется, эта мама вас любит, или подбирает какие-то... Нет, у меня мама по профессии дизайнер-модельер, но она никогда не работала по этой профессии, но мы вместе с ней... Да, она уже работает. Да, каждый день. Вот, поэтому мы вместе с ней просто сами все делаем. Мама ваша подруга или она наставник? Мама моя подруга, мой директор, мой продюсер, мой менеджер. Мама моя, все. Тылы. Да? Вот, вот я хочу отметить, что я тоже у меня есть дочь, и я благодаря ей поняла, что мы своим детям в первую очередь должны быть и друзья, и спина, и защита, и тот же цензор в нужные моменты, чтобы это было мягко. Лучше сказать это дома, чем сказать на стороне и обидеть как-то грубо, не подобрав слова, потому что только близкие знают на самом деле, насколько ты раним, или к чему ты восприимчив, или в чем ты талантлив. И родители, зная на самом деле сильные свои стороны детей, всегда могут, подбирая правильные ключи, слова, тон голоса, ситуации, создавая такие ситуации, детей своих поднимать, и правда их поддерживать, и растить их уникальными, индивидуальными, не под шаблон, неудобными, не какими-то, как скажет, там, вот здесь нужно быть вот таким. Нет, это социум, он это диктует, но человек уникален, и вот это надо сохранить, и я хочу сказать, что я хочу сделать комплимент вашей маме, глядя на вас, у вас прекрасная мама, я уверена, которая смогла сохранить вас лично, независимо ни от чего, ни от кого. Это очень классно, потому что это важно, вы когда будете мама, вы все это проимеете, вспомните мои слова. Следующий вопрос, я хотела бы спросить про ваш проект «Песни на ТНТ», расскажите про них, как вы туда попали, как вы там, что у вас там происходит, и вообще, как вы, ну, потому что вы там выстрелили, там очень интересно, там трудно занять свое место, много талантливых. Самый распространенный вопрос, как ты туда попала, абсолютно просто заполнила заявку в интернете, пригласили на кастинг, пошла на кастинг и попала уже на сам проект. На самом деле не очень трудно, не очень легко мне это удалось, потому что меня сначала не хотели брать, меня кинули в резерв, мне надо было написать еще авторские песни, чтобы меня взяли, вот, но мне удалось, и как раз песня «Иди со мной», это была первая написанная у меня авторская песня, и именно эту песню продюсеры выбрали, чтобы я пела на первом этапе. И эта песня очень понравилась, я очень переживала, почему? Потому что очень волнительно, я первый раз выступала в своем образе, именно такая, какая я есть, без париков, без ничего. Как вы себя чувствовали, что в этот момент было для вас, вы чувствовали себя одетой или раздетой, или что вы чувствовали вообще, когда вы понимали, что все, больше куларов нет, я говорю, как есть на самом деле? На самом деле я себя чувствовала прекрасно, потому что я понимала, что я не обманываю ни себя, ни зрителя, и это было самое-самое идеальное для меня ощущение, потому что я не люблю, я не умею врать. Если я должна врать, то я себя чувствую максимально дискомфортно, потому что понимаю, что мне потом придется постоянно играть и льстить, или еще что-то. И помнить еще об этом бесконечно. А когда ты говоришь правду, то тебе легко, потому что ты никогда не врешь, ты не говоришь человеку то, чего, допустим, он хочет услышать, но это не так. Как вы поступаете, когда такая ситуация, когда кто-то напрашивает комплимент, а вы не хотите его говорить? Я предпочитаю промолчать просто, либо сказать так, как оно есть. А я вам еще могу рассказать, как делают это мамы, если вдруг рисунок не очень у ребенка, надо просто начать описывать ситуацию, говорить, что ой, ты тут так ровно нарисовал, а тут цвет хорошо уложил. И вот эти все моменты это сглаживает, потому что ты даешь внимание и даешь заботу, но при этом не даешь оценку, и человек рядом с тобой, он чувствует поддержку, но нету тогда никакого момента, где ты оцениваешь то, что уже сделано. К сожалению, потому что есть очень много ситуаций, когда идет какой-то прямой комплимент, и он выглядит как лесть, или как родители часто бывают, там говорят, да ты молодец, а ты чувствуешь, что ты не дотянул, не доделал, что ты еще не закончила, тебя уже хвалят, и ты уже можешь растеряться в этот момент. А тебе нужен стимул, стимул это вот сопровождать путь своим как бы поддержкой, не только комплиментами и не только, допустим, негативной оценкой, а именно вот поддержкой и поддерживать любую ситуацию, независимо от того, она, потому что она к нам приходит, она не к чужому человеку приходит, но мы можем разрешить. Следующий у меня вопрос, вот по поводу тоже ваших песен, что вдохновляет на написание песен? Абсолютно по-разному. Например? Да вот все что угодно, солнце, море, песок, дождь, я не знаю, там кто-то прошелся, опрокинул на тебя кофе, или же споткнулся, упал, и это все моменты, которые приводят к тебе к какому-то, к какой-то мысли, к какой-то фразе, какой-то идее музыкальной, или же в тексте. Ты это все просто складываешь и садишься за рояль, и у тебя получаются песни. Чувства, да, вот эти, которые тебя наполняют, эмоции. Чувства и эмоции. Да, да, да. Теперь, следующий вопрос уже, я смотрю на вас как специалист, я вижу, что у вас сделан первонетный макияж. Расскажите, пожалуйста, как вы к нему пришли, и как подбирали образ, и кто этому способствовал, или это ваше было решение, потому что, конечно, когда аллопеция, 99% людей приходят на имитацию волос, на имитацию стрелок, на имитацию вообще какой-либо растительности, потому что не хватает, если это женщина. Мужчины тоже к этому обращаются, потому что у многих залысины, у многих там сзади выпадает, допустим, после пересадки шрама. Вот ваша история какая? Ну, у меня изначально были очень тонкие некрасивые брови, на удивление. И мне было лет 16, как раз я только исполнилась, и мы решили сделать татуаж, чтобы, ну, были немножко красивые брови. Расширили, форму, да. Придать форму, да, потому что у меня они были тоненькие, вот такие полосочки. Ну, это было актуально когда-то. Ну, не в это время. Ничего, вы не одна. Вот, и потом у меня уже началась болезнь, и татуаж постепенно начал смываться. То есть, если татуаж держится плюс-минус, там, два года, ну, год, у меня татуаж исчезает буквально через два месяца. Я поняла, что сделала один, два, три, и поняла, что, ну, это не выход. Каждый раз себя вот так травмировать, он плохо держится, через два месяца его нету, столько денег. Ну, это индивидуальное, вот я хочу отметить, как специалист, есть случаи, когда ты сделал, и человек возвращается через три года, и у него прекрасный остаток. А есть, когда иммунитет кожи, это индивидуальное, мы не можем его просчитать, потому что, как вот сегодня на интервью, да, мы увиделись, мы друг друга знаем, общаемся, но у кого какие клетки внутри, как они работают, мы не можем этого знать наверняка. Да, и мы проводим процедуру, я провожу всегда, вот если говорить о моей работе, я говорю, что если мы получим 50% остатка, это уже успех, потому что иммунитет дал нам на 50% закрепить результат, всегда для этого есть коррекция. Но бывают случаи, вот как мы сегодня обсуждаем, не всегда знаешь, что ожидать, только потому что у каждого свой процесс, и не знаешь, что будет завтра, какое самочувствие. Может температура высокая, может там наоборот все хорошо будет. Ну, в общем, я приняла решение, что я буду сама их каждый день рисовать. Да, поэтому у меня сейчас нарисованы брови. Да, нет, у вас хорошо сделана и форма, и имитация волосков, я хочу отметить как специалист, что умеет, умеет, у кого вы учились. А второй момент. Сама у себя. Вот, все, приходите учиться. Кто хочет нарисовать себе красивые брови, я знаю классного мастера, который научит, даст мастер-класс. Правильное решение, объясню почему. Почему? Последние там 13, наверное, 10 лет, наверное, 13 лет уже последний я работаю, из них 8 преподаю. И я хочу сказать, что когда вот такая частая травма, иммунитет срабатывает, не удерживает цвет, и он выбивается, и приходится бесконечно делать перманентный макияж. Перманентный макияж – это тоже процедура, которая с внесением пигмента под кожу, и кожа должна скапсулировать цвет и удерживать его. И если вот такой процесс быстрый регенерации, иллюминируется быстро цвет, нельзя тогда так часто делать процедуры, лучше перейти в макияж. Почему? Микро рубцевание тканей. Неизбежно. Раз в три месяца, если травмировать ткани, и они восстанавливаются 35 дней, и опять ты их травмируешь, и все время вы все равно в образе красите макияж, то надо понимать, что кожа не железная, впереди еще вся жизнь, и нужно хорошо выглядеть. И вот это микро рубцевание, нужно тогда принять решение, что да, я лучше научусь делать макияж, чем постоянно эту зону травмировать, и в какой-то момент она может просто стать глянцевой, некрасивой, будет отличаться, на ней не будет пор, либо, извиняюсь, попадает краска достаточно, ну как бы лежит неравномерно, и это только вызывает раздражение. Поэтому сейчас прекрасные курсы по макияжу для тех, кто не умеет, а тем, кто хочет учиться индивидуально, я знаю мастера. Так, следующий вопрос. Выбор у меня всегда, знаете, женщины живут, у них всегда одна и та же проблема, карьера и личная жизнь. Расскажите нам, если вы об этом можете поговорить, как вы совмещаете, и как вам удается это все в таком трафике, в котором вы живете. Я не могла ее месяц просто даже поговорить с ней, не то что увидится, вот, пригласить на интервью, и просто невозможно. Мы все в Москве заняты, и это прекрасно, что мы заняты, есть случаи людей, у которых нет работы, но мы пока заняты, и будем дальше еще больше загружаться именно в творчестве своем. Вот как вы в таком трафике, как вы успеваете это совмещать и все это делать, и кто ваша половина? У меня ее нету, поэтому я пока все успеваю. Ой-ой-ой, ребят, ребят, ау, невеста. У кого хорошие женихи, братья, там, я не знаю, друзья все, вот, пожалуйста, у меня невеста. Нет, скоро буду другую передачу вести. Давай поженимся? Нет. Давай сходим до свидания, поженимся, это уж потом. Ну окей. Ну я пока не зациклена на том, чтобы найти вторую половину, так что, поэтому я пока занимаюсь своей музыкой, своей карьерой, и когда придет время, тогда придет время, как говорится. Тоже верно, наверное, к этому надо быть готовой и самой, потому что иногда есть период, где мы должны состояться как профессионалы. Почему? Потому что, когда приходит время, и создается пара, и появляется потомство, на самом деле детям надо что-то передать. Если ты сам не получил определенный опыт общения, знаний развития, образования, путешествий, я не знаю, поиска себя, как ты можешь маленького человека, который чистый лист тебе дает, вселенная, Господь дает этот чистый лист, чтобы ты его заполнил, помог ему сформироваться, потому что это база. Если у вас база своя пустая, рано думать о том, чтобы завести семью, надо обязательно, обязательно найти себя и состояться, потому что только два полноценных человека могут быть счастливы, потому что когда один калека и хромает, ну другой его долго не тащит. Я говорю грубо, это может звучать не совсем, но личный рост, личная реализация и поиск себя, вот очень важный момент. Как вот ваш совет девчонкам, которые еще не нашли себя, как им, что совмещать, что пробовать, чтобы найти свой путь? Это сложнейший вопрос для многих. Ну, на самом деле, многие не собираются найти свой путь, то есть для многих найти свой путь, это и есть выйти замуж. Государство их займет. Нет, почему, выйти замуж, родить ребенка и именно заняться воспитанием ребенка, то есть создать семейный очаг, это и есть весь их путь. Да, ну может быть у них семье именно такая модель. Да, конечно, есть же люди, допустим, как я и вы, которые еще работать успевают. Да, хотят выстроить свою жизнь не просто как мама. Но это мало, быть просто мамой для меня мало. Ну, это для вас мало, для кого-то это предостаточно, поэтому это зависит от человека, от вашего внутреннего я. Согласна, согласна с вами полностью. Нет, есть уникальные мамы, я перед ними преклоняюсь, и когда они пекут просто свои волшебные блюда, готовят, при этом у них супер одетые там, тренированные в десяти секциях успевающие дети, и при этом еще весь дом. Я просто преклоняюсь, потому что я знаю, что это труд, который не видно, но он огромен. И вести большую семью, иметь ее, и всех образовывать, и всех содержать. И, допустим, если отпуск, всех организовать, привезти, увезти, всех этих нянь, если они там есть, это все собрать с собой, чтобы никто не убился по пути, это большая работа. Короче, мы... Как говорится, домохозяйка самая неблагодарная работа. Это не видно. Везде работаешь, а в итоге что же ты сделала? Моя мама говорит, что это работа, которую не видно, но если ты ее не сделала, ее видно всегда. Да. Да, поэтому вот мы, поверьте, мы перед вами преклоняемся, но еще, мне кажется, просто для самовдохновения, для зарядки все равно есть направление, где люди занимаются хозяйством, а есть направление, где люди занимаются творчеством, а есть люди, которые производство какие-то запускают. И не важно, ты мужчина, женщина, если у тебя есть потребность реализации, может быть, управление, может быть, творчество, может быть, еще что-нибудь. Каждый должен быть на своем месте, мир огромен, и каждому найдется это место обязательно, если просто ты чувствуешь, что это твое, надо этим заниматься. У меня следующий вопрос. Какая самая заветная у вас мечта? Наверное, все-таки реализовать себя уже на 100% как артист. Что в нее включено, вот в эти 100%? Как вы видите? Выпускать песни, писать песни, которые будут нравиться миллионной аудитории, выступать на больших сценах. Что-то в этом духе. Хочется, да, уже выстрелить так, чтобы были период концерта и огромная миллионная аудитория. А скажите, пожалуйста, вот как сейчас ваши фанаты вас поддерживают? Как у вас это происходит? Вот я, потому что далекий человек от музыки, у меня совсем другое направление деятельности, я вот хочу спросить, потому что у нас в работе у каждого своя обратная связь. Как у вас? Как люди вас поддерживают? Это когда слушают твои песни, выставляют в истории о том, что они слушают их. Поют под ним, да? Поют, делают на них каверы, записывают под песни видео и много-много вот таких делят с ним. Вот такая поддержка, когда голосуют за тебя, когда выставляют твой трек на какую-то ротацию или куда-то еще. То есть нужно проголосовать за него, чтобы трек попал куда-то на радио или же на TV, клип. Вот таким образом идет вся эта поддержка. Поняла. Соцсети сейчас активно растут. Тикток, Инстаграм, Ютуб, абсолютно все площадки доступны. Вы там везде есть? Да. Где вас нет? Почему? Нет, ну я вот недавно как раз начала работать в ТикТоке. Это немножко сложно, но я стараюсь. Научитесь. Я уверена, что вы, пройдя огромные другие испытания, связанные там с другими абсолютно моментами, связанными со здоровьем, внешностью и вообще приятием себя и окружающим вас, вот, я уверена, что ТикТок вы точно победите. Теперь, следующий вопрос. Кто вам ведет в соцсети? Кто-то помогает или вы сами? В основном 90% я. Максимум бывает, когда я прям очень сильно загружена, но понимаю, что люди любят обратную связь, то иногда мама отвечает, ну как это происходит? Я стою, говорю, она просто пишет или еще что-то там такое. Но в основном 90% это я постоянно на связи со своими фанатами, то есть не то, чтобы у меня кто-то там есть, который за меня отвечает, и чтобы люди не думали. Живой инстаграм? Делают так, что за них отвечает кто-то другой. Да, потому как люди думают, что это их любимый артист, а на самом деле совсем другой человек сидит за это все отвечает. Это иногда, ну, немножко так настораживает и неприятно даже в каком-то моменте. Мне так кажется. Ну, это, мне кажется, иллюзия обмана, потому что ты не за того себя выдаешь, и если уж ты выдаешь себя за кого-то так соответствует, тогда знаешь, что происходит даже и в твоих соцсетях, и в твоих мессенджерах это важно, чтобы то, что ты говоришь с тем, что ты делаешь с тем, что думаешь, не отличалось. Что такое женственность? Что для вас женственность? Женственность? Ну, наверное, в первую очередь это каблуки. Очень интересный фактор. Ну, и, наверное, это какое-то внутреннее чувство женственности. То есть что-то такое. Ну, я не очень близка к женственности, на самом деле. Знаете, я хочу вам сделать комплимент. Вы одна из самых женственных моих гостей, потому что женственность, она в мягкости больше, она никак не связана с тем, что вы одели, с тем, какая вы внутри. Вот вы абсолютно плавная, мягкая такая, прям внутри абсолютно комфортная, и вот эта женственность, она как раз-таки сексуальная. Я не побоюсь этого слова, потому что мы на Ютубе, и тут абсолютно вся цензура отсутствует, потому что именно весь секс в том, что женщина сама достаточная, и транслирует вот эту благость, и вот эту уверенность, и она у вас есть. Вы себе? Я вам не комплимент делаю, вы должны знать, что это ваша сильная сторона, и мне, допустим, я очень активный такой, скажем так, тоже по психотипу яркий человек, эстероид, и я, глядя на вас и чувствуя вас рядом, я хочу сказать, что у вас абсолютно эта энергия открыта. Спасибо. Ваши песни, я уверена, откуда рождаются эмоции, откуда. Возможно. Да, да, да. А то, что вы какие-то образы на себя примеряете, я думаю, так это нормально, потому что вы в пути. Ну, да, еще. И может, и не надо останавливаться, столько образов. Ну, пока что, да, в пути искания себя и чего-то нового в этом мире. Хорошо, это хорошо, потому что вот тот посыл, то добро, то любовь. Я послушала песни, я готовилась к интервью, я посмотрела все, что есть в соцсетях, но плюс к этому уверенность, плюс к этому такая вот харизма, плюс к этому поддержка семьи, это все настолько дает такую высокую планку, которую совершенно не стоит никогда, ни ради кого опускать. Я хочу поблагодарить вас, потому что, ну, это было великолепное интервью, в котором вы меня вдохновили. А вы меня. Да, да, мы обменялись этой энергией женской, и вот эта беседа, она на самом деле, ну, я думаю, что для многих, кто посмотрит, и у кого есть какие-то проблемы, какие-то комплексы, какие-то нюансы, связанные с тем, как вы себя воспринимаете, вот, дайте совет, вот какой совет, чтобы быть уверенной, быть собой и уверенной, потому что ваша ситуация, ваша с внешностью, да, отсутствие волос, какие-то вот такие моменты, которые вам пришлось пройти из-за этого, вот какая соль, вот что вы можете посоветовать людям, у которых всегда у каждого есть свой какой-то внутренний или внешний дефект, который он бы хотел изменить, вот как это перешагать? Так, то, что я могу сказать, не обращайте внимания на что вы такие прекрасные, какие вы есть, но поверьте мне, человек не сможет это сделать с первого раза вот по щелчку, по тому, что кто-то ему это сказал, это нужно пройти в себе, прочувствовать, преодолеть, принять или же оттолкнуть, в общем, это нужно поискать в себе, все вот это вот принятие или отторжение того, что ты прекрасен, понимаете, потому что на это нужно время, человеку нужно сесть, подумать и понять, что... Разобраться. Да, разобраться в себе то, что на самом деле никакие волосы, никакие зубы и всего там подобного не делают нас счастливыми, все это на самом деле просто атрибуты нашей жизни, это все можно парики надеть, вставные зубы сделать, я не знаю, да даже люди, у которых нет рук и ног, в лесах не купишь, да, и это все на самом деле сейчас настолько вторично, что на это не стоит обращать внимания. Главное, чтобы у вас была чистая душа, главное, чтобы вы были уверены в себе, главное, чтобы вы любили себя и вас любили, вот это самое главное, и чтобы вы имели всегда перед собой цель, чтобы у вас была мечта, и вы стремительно шли к этой мечте, и тогда у вас в жизни все будет прекрасно. Согласна с вами полностью, это потому что такая вот внутренняя работа, и есть такая фраза красивая, что внешнее никогда не заменит внутреннее, потому что если внутри порядок и гармония, внешнее это все отражается, не важно там какой размер, наличие волос, маникюр, машина есть или нет, там неважно, ты сам от себя счастлив, и можешь этим поделиться, и к тебе на эту энергию, на эту трансляцию приходят именно такие же люди рядом. Я желаю вам быть просто счастливой, потому что все остальное у вас уже есть. Спасибо. И, конечно, счастье, оно может быть абсолютно разное, и каждому свое, и спасибо большое, что нашли время, мы просто очень рады, что сегодня, наконец, эта беседа состоялась, да, и ждем вас снова и творческих успехов, и побед. Спасибо. И вам так же. Да, в музыкальном мире, потому что он непростой, он, там правда нужно иметь талант, и собственное мнение, и харизму, и удачу. Спасибо. Подписываемся на канал, спрашиваем, если что-то было непонятно, может быть, что-то хочется еще спросить. Я думаю, что мы с удовольствием на все вопросы ответим в своих инстаграм. Вот, ставьте нам лайк, и я надеюсь, что такие теплые разговоры о реальных людях, о реальных ситуациях, ну, помогут нам всем быть более сопричастными друг к другу, терпимыми, друг друга поддерживать, и научат нас, скажем так, дружить и взаимодействовать больше, чем когда-либо. Всех целую. Пока. Спасибо, что смотрите мою передачу. Пока.